Друзья, здравствуйте! Сегодня очередное путешествие выходного дня, которое рассчитано на семейные и больше, я сказал бы, детские эмоции. В наше сложное, непростое время, когда практически закрыты все туристические маршруты и некуда поехать отдохнуть, а мы находимся в Латвии, в Риге, и хочу показать вам очередное место и очередной вариант, как провести своей семьей выходные. Это Зили Калны, это Огры, и здесь, поверьте, есть чем заняться. Ну, обо всем по порядку. Покажу вам интересные места и интересный маршрут выходного дня. А сейчас, по традиции, реклама самой позитивной страны Евросоюза – Латвии. Итак, маршрут выходного дня. Выезжаем мы из Риги, и наше путешествие длится примерно 25 минут. Едем мы в местечко Огры, и поскольку сейчас зима, то Латвия, надо сказать, очень прекрасно. То есть, обратите внимание на дорогу, по которой мы движемся. Вся дорога, она просто сказка. Подобные картиночки, силуэты обычно кто-то присылает из Швейцарии, из Альпы, еще откуда-то. Но здесь гораздо комфортнее, чем в Альпах, потому что здесь совершенно другая структура воздуха. Здесь совершенно другие тактильные и визуальные ощущения. Все познается в сравнении, поэтому обо всем по порядку. Заезжаем в самые зилые Калны. Это такая природная тропа. И наслаждаться здесь главным образом нужно природой. Но обратите внимание, количество машин и парковка. Здесь две крупные, очень крупные парковки. И выходные они, как правило, заняты. Но было бы желание, место всегда найдется хорошему человеку. При въезде что нас встречает? Встречает вот такое место, где можно раскатать лыжню. Место для инвентаря. И надо сказать, здесь не только лыжи. Здесь и лыжи, и санки, велосипеды с широкими дисками, покрышками, на которых можно кататься. Здесь можно взять в аренду палки для шведской ходьбы и так далее. Большое разнообразие. Подходим к карте. Смотрим все маршруты. Видим, что здесь можно делать, что здесь нельзя делать. Здесь даже есть конные прогулки, между прочим. Но мы же рассматриваем зимние путешествия. В связи, скажем так, с непростыми условиями, которые сейчас ввиду карантина. Поэтому семью надо как-то развлекать. И огры, зилы и калны – это очередной вариант, как гениально провести время с семьей. Почему гениально? Во-первых, это лес. И вашему семейному бюджету урон не будет нанесен однозначно. То есть вы берете всю свою дружную семью. Если, как правило, среднестатистическое путешествие по Латвии стоит 50 евро в день на семью, то здесь вы будете удивлены, потому что здесь практически платить не за что. Точнее, некому. Все великое в этом мире, оно бесплатно. И природа в Латвии, как еще раз говорил, она уникальна. Вот смотрите, в каком контексте мы ее рассмотрим. Если у нас сейчас коронавирус, то это очередной вирус, который бьет по вашей иммунной системе. Теперь обратите внимание, где мы будем гулять. Мы будем гулять в раю, состоящем из хвойных деревьев. Здесь в перемешку сосна, елка и очень важное растение, которое недооценено в Латвии, это можжевельник. То есть сочетание вот этих трех компонентов, это такой сладкий воздух, который можно хоть ложками есть. И гуляя по таким местам, правительство очень боится скучности, когда много людей охотятся в одном месте, и это как бы является источником заражения. Но не забывайте, что со всеми бактериями болится можжевельник. Я, конечно, тут не доктор, не буду вас лечить, как лечиться от коронавируса, и теории заговора мы тоже не рассматриваем. И так, латвийская природа, безусловно, уникальна. Те, кто живут в Латвии, они, как правило, не ценят, какую вещь. В мире не так много можжевелого соснового леса. А именно это тот самый лес, который отвечает за нашу иммунную систему. И у латвийцев иммунная система на порядок выше, чем у многих других жителей других стран. Это действительно наше состояние. В Латвии на одного человека, чтобы вы знали, приходится примерно 4 гектара соснового леса. Это довольно много, поэтому это позволяет Латвии быть самой зеленой страной Евросоюза, самой экологически чистой. Ну, а мы, латвийцы, конечно же, любим наши природные тропы. Особенно любим в это время. Да, здесь есть скучность людей. Дистанция 2 метра, конечно же, не держится. Но в теории не держится. Люди у нас не совсем безумные. Все стараются как-то о своем здоровье заботиться. Именно поэтому такое количество людей и посещает природные тропы. Это не что иное, кроме как забота о нашем здоровье. Обратите внимание на вид. Это примерно то же самое, что где-то в Байкальске озеро в Сибири. Или в Шенеме, например. Или в Швейцарии. Ну, это правда классно. Мы своей семьей, забегая вперед, поехали сюда в 10 часов. И вы знаете, мы уехали отсюда в 5 вечера. Одна из парковок, что я говорил. И мы не замерзли. И мы не хотели ехать домой. Я не знаю, зачарует вас этот ролик или нет. Но смотрите. Дети, те, которые гаджетом настроены. Которые не выпускают из рук свои телефоны. Их привели в эту сказку. И здесь есть много-много-много маленьких фишечек, которые их увлекают. Например, семьи, когда гуляют, они гуляют с детьми. То есть, это у кого-то лыжи, у кого-то самки. Семьи гуляют с собачками. Собачки у всех симпатичные, у всех разные. И, ну, каждые 5-10 минут проходит мимо какая-то интересная собачка, которую хочется потискать. Проезжает какой-то мальчик на самокате к какому-то интересному. Или лыжам, или самкам. Это все увлекает, это все заводит. Это все так подначивает. Обратите внимание на виды. Вот ты замираешь у этого утеса, стоишь. Как это кайфово. Как это классно. Вот тебе надо буквально порелаксировать в минутки 2-3. Движешься дальше. Засвечу опять милая собачка. Прикольная. Идем дальше. Опять встречаем какую-то интересную локацию. Опять замираем на вот эти вот 3-4-5 минуточек. А озеро, оно довольно большое. И если с каждой точки тебе хочется что-то, вот, смотрите, как Алене. Вот ребенку захотелось вот это снять себе на поле. Да? И обходя это озеро, с каждой точки локация все интереснее и интереснее. И тебе хочется останавливаться. Хочется наслаждаться. Хочется вот этот вот воздух кушать ложкой. Желательно чайной. Медленно смакуя и наслаждаясь. Это очень кайфовая история. И с каждых ракурсов, во-первых, падение солнечных редких лучиков, которые сейчас есть. Во-вторых, лес он немножко разноплановый. Где-то он чуть больше, чуть меньше хвои. Он выглядит интересней. И это заставляет кайфовать и наслаждаться истинными ценностями. Вашей семьей, природой, которая вокруг нас. И мне, как многодетному папе, было очень интересно смотреть, как дети в этот момент не брали в руки телефоны. Понимаете, мы их очень часто ругаем за то, что брось гаджет не больше часа в сутки. И да я тебя накажу, отберу телефон. Приедьте, пожалуйста, сюда, и вы будете удивлены тем, что дети не берут в руки гаджеты. И вот их детство, вот это вот, оно примерно похоже на мое. Когда я был маленьким, у меня были такие же санки, ну, почти такие же санки. У меня была такая же любовь к животным. Смотрите, какой кайф. Как я говорил, ты останавливаешься просто на несколько минуточек в каждой интересной локации, в каждой интересной, то, что тебе встречается по пути, гуляя вокруг этого озера. И это интересно. Вот смотрите, сели в санки, и сейчас нам предстоит крутой спуск. Удачный, неудачный, но он настолько классный. И дети, вот мы поехали двумя семьями, они как бы друг перед другом, что ли, так играют, выпендриваются, показывают, кто на что гораст. В руках у них, вот смотрите на видео, не было никогда телефона. И его не хотелось брать. И обратите внимание, это не только наша история, а в кадре попадаются люди, которые, ну, то и дело, идут навстречу. Найдите у кого-то здесь мобильный телефон. И вот этим интересно это путешествие. И этим интересно эта тропа. Да, к слову, не все тропы имеют волшебный вид, уникальное разнообразие. Но эта тропа, это просто находка. Мы однозначно сюда будем приезжать несколько раз в год. Во-первых, чтобы понаблюдать за ней, как она выглядит весной, осенью, как она выглядит летом. А ранее никогда не был в этих местах. Находится 30 минут езды от центра Риги, Огры, Зилуи и Калны. Смотрите, как интересно, парочка села на лавочку. Еще одна локация и кайфует. Везде есть вот такого рода табло, рассказывающее, где ты находишься, какая ценность в этом месте. Опять же, вид. Самый маленький наш обзорщик искал здесь вот этого барсука. Почему-то я видел, что это предупреждение, осторожно барсуки. Вот отношения к карантину. Вот, то есть, смотрим. Для меня это вот прям месседж. Я все понял. Людей в масках здесь не было, потому что люди заботятся о своем здоровье. Они вышли повентилировать свои легкие, защитить свою иммунную систему и кайфануть. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Что здесь интересно, здесь заботятся о природе. Здесь есть уникальные мангалы, которые не портят землю. Смотрю на огонь, который я сейчас показываю. Просто вот банально я застыл на этих дровишках. Как это выглядит круто. Ммм, а запах этого шашлычка, который сейчас будет. Он разносился на всю округу. И это хорошее время и место для пикника. Вы можете приехать сюда со своей едой и устроить пикник. И здесь этих мест много. Больше узнать об этом месте можно смотреть, как интересный пиар-код. Хотите, просто читайте. Хотите, скачайте приложение, чтобы понять, куда пойти. Узнать немножко больше истории. Ну и так далее. Это тоже интересно. Об этом позаботились. Про гаджеты я говорил. Но гаджет не было в руках у... Да? И земля будет красивая, и огонь теплый, да? Слышали, трехлетний ребенок, как высказался о мангале. Вот смотрите, папа, как хорошо, что мангал стоит высоко на ножке и не портит землю. Это пришло в голову трехлетнему ребенку. Да, про гаджеты. Гаджеты были у взрослых, потому что они хотели запечатлеть как можно больше интересного на память. А потом, когда будет что-то не вязаться в работе, какие-то сложности, взглянуть на эти фото и релакснуться. Но разве это не прелесть? Мусор. Хотите просто пранк? Возьмите какой-то стаканчик или бутылку и выкиньте просто на улицу в лес. Мне просто интересно, что с вами сделает толпа. Да, Латвия очень чистая страна, и гуляя по всему этому озеру, ты не найдешь ни одной пробочки, ни одной бумажечки. Я гарантирую тебе это. И это прежде всего делают те замечательные люди, которые находятся в Латвии. Ну ладно, бог с ними, а сейчас санки. Очень много семей с детьми. И знаете, что приятно, что когда я спускаюсь, я заботюсь о соседнем ребенке. А когда кто-то видит, что мой ребенок врежется в дерево, его тоже пытается спасти другой человек. Это такая коллективная забота друг о друге. А это закат солнца с вышки, которая находится там же наверху. И вышка находится над кронами деревьев. Ее слегка покачивает. Я представляю, какой здесь вид, когда не морозно и не ветрено. Вы сюда смотрите, какая огромная обзорная вышка. Вот так выглядит наша Латвия. 80% которой покрыто Можжевелово-Сосновым лесом. Поэтому, чтобы здесь лечиться и восстанавливать здоровье, достаточно просто приехать и гулять по Латвии. Этого будет достаточно. Ну а мы потихонечку возвращаемся к машине. Ну, поднимаешься ты в горочки и спускаешься ты с горы. И горы бывают разной крутизны, поверьте мне. То есть здесь и взрослым будет тоже интересно. Вот та обзорная вышка, про которую я говорил над кронами деревьев. Велосипеды на прокат. Ну что ж, попробуем штурмовать очередные высоты. То есть это не просто прогулки, это прогулки с элементами экстрима для взрослых и детей. Горы действительно такие, ну, метров по 500 спуска здесь есть. Точно. Садишься и полетел. Какие нафига джеты? Это самое лучшее семейное путешествие, на которое вы не потратите ни одного цента, но эмоции у вас будут такие, как будто бы вы съездили в швейцарские горы или французские Альпы. Мама с дочкой и в елку. Фото на память, и это запомнится на всю жизнь. Вот такое уникальное место. Зилы и Калны, Огры. 30 минут езды от Риги. И самое дорогое, что есть на планете Земля, оно бесплатно. Это ваша семья, наша природа. Латвия. Если вы не знали об этом маршруте, с вас лайк и комментарий. Но на следующих выходных мы отправляемся в новое уникальное место. А если вы знаете такое, отпишите снизу. Может быть, мы что-то не знаем, обязательно посетим это место. И до следующих маршрутов выходного дня. С вами был Владимир. Регада 1. Всем пока.